МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А логос, я думал, еще и знания переводятся. Да, в том числе, так как это от слова тоже образовывается. Логос, слово. Давайте, хорошо. Какие игры в слова? Первый раз смотрим. Это не игры в слова. Не совсем будут игры в слова. Кстати, игры в слова я обожаю. У нас игры будут сначала для малышей, а потом для дошкольного возраста больше. Для малышей мы можем предложить, например... Что за малыши? Малыши это от года до трех. Это ранний возраст, когда происходит основной речевой скачок с года до трех лет. Вот с ними мы и будем играть. Можно и до года некоторые игры эти применять. Первая игра это на понимание речи. Предпосылка говорения это всегда понимание. Если понимание это в достаточном образом не сформировано, ребенок говорить маленький не начнет. Поэтому первая игра у нас такая. Мы называем ее квест. Может быть, замечали, что маленькие детки, они любят выполнять ваши задания. Чтобы вы не говорили, они прям бегут, выполняют и сразу же смотрят на вас. Убирайся в комнате, например. Вот это более абстрактно. Мы говорим, можем такие задачки давать нестандартные. Положи мишку на диван, и ребенок будет думать. То есть лучше давать не те, которые, собирайся на улицу, мы пойдем гулять, он бежит за штанишками. То, что мама говорит каждый день, это ситуативная реакция, это даже не понимание речи, он просто привык. Нужно давать что-то необычное. Например, сходи на кухню и возьми воду. Это двуступенчатая инструкция. У нас стоит в горящей газовой духовке. Выключи газовую духовку. В общем, такие интеллектуальные задачки. Одноступенчатые инструкции до полутора лет, ну вообще на самом деле где-то до года и трех. И потом уже чуть постарше ребенок становится двуступенчатым. Мы даем, возьми бумагу и карандаши, давай рисовать. Это даже уже три задания, которые надо осмыслить, понять. И если вы дадите нестандартное, вы поймете, что ваш малыш понимает далеко не все. Вам будет так казаться по ситуации, что он вас понимает. Хочешь доспать? Говоришь, принеси водичку с кухни. И все, ребенок пошел год и семь за водичкой. Чьей-нибудь чужой желательно. Как он его, кстати, принесет? В кувшине, в стакане тоже. Ну лучше конкретизировать, да. Следующая наша игра называется «Ушки на макушке». Мы тренируем фаноматический слух. Ко мне дочь, я помню, приходила. У нас было две липучки для ванны. Лягушка и ракушка. И она вот так показывала мне поочередно. И я называла. Она вслушалась. Она не могла понять. Лягушка, ракушка. Это ей было, по-моему, много. Вы тоже молодцы. Лягушку и ракушку повесили. Не забыли лягушку и трактор, например. Там было все. Но когда я говорю, доченька, дай ракушку, у нее прям когнитивные какие-то операции идут. И они очень любят это делать. Если вы возьмете, спросите малыша, стол и стул, они это слышат одинаково. Примерно в год-полтора. Попробуйте, проэкспериментируйте. Доча, взлепайся. Для более старшего возраста поставь стул на стол. Вот это вообще просто вызывает. То есть нужно прям поучить. И мы фаноматический слух развиваем. Стол и стул. И обязательно утрируем артикуляцию, чтобы не фрустрацию малыша вызывать, что он не понял, а именно утрируем артикуляцию. Стол, стул. У взрослых есть такая же тема. Это сталактиты и сталагниты. Да, кстати. Прогения прогнатия из логопедии, кстати. Например. Мне выйти? Да, такие похожие слова. Как? Сталактиты и сталагниты. Кто растет снизу, а кто сверху? Не ко мне. Вообще, слава богу. Сталактит. Сталагниты снизу. Вот, эксперт у нас есть, который учил 5 лет этих вещей. Единственное, что запомнил из университета. Здорово, что знания так какие-то. Хорошо. Вот, ну и, а так, если более простые варианты, Катя, каша. Маленькие, годовалые малыши, вы удивитесь, но они могут. А если Катя, кашучик, то это вообще шесть. Я не думала, что я главное упражнение для маленьких детей. Катя, каша. Вот, кстати, да. Да, попробуйте повторить. Если вам нужна модель, вот, на занятия, то... Я свободна после 10 утра сегодня. Как раз. Следующая наша игра для малышей – это мое авторское пособие. Мой второй диплом по психолого-педагогической реабилитации. Называется «Запуск речи». Существует на Android. Там можно скачать приложение бесплатное. Антикризисная цена в первые часы после скачивания полной версии. Там буквально стоят с чем-то рублей. Там разные упражнения. И на отхлопывание, на фономатический слух, на понимание речи, на говорение. Показана артикуляция, показаны разные слова. И мы прям полноценно играем. Игра на запуск речи малышей, которые пока не говорят, либо говорят так, что родители не понимают, или окружающие люди не могут понять, нечетко. Это нарушение слоговой структуры слова. Когда предложение есть, но они... Что и непонятно что. Вот тогда мы прям слоговую структуру выстраивать можем здесь. Еще на английском языке она есть. Те, кто говорят детки отлично по-русски, могут учить английский. Или для тех родителей, кто хочет вырастить билингва. Моя дочь играет на английском языке. Она повторяет радостные слова. Ну и досуг можно свой скрасить. Очень хорошо. Используй. Переходим к нашим дошколятам. Будем готовиться уже ближе. Да, уже от 3 до 7. Больше даже с 5 лет игры я здесь предложила. А для 3 нужно немножко адаптировать родителям. Чуть-чуть упростить. Например, игра со считайка. Мы берем какой-то наглядный материал. Не наглядный, а какой-то игровой материал. Например, стекляшки или какие-то маленькие игрушечки. И складываем. Считаем. Посчитай звуки в слове. Например, дам такое задание. Назовите свое полное имя сейчас у себя в голове. И посчитайте количество звуков в слове. То же самое мы просим у ребенка. Назови, пожалуйста, свое полное имя. Можно даже фамилию, имя, отчество посчитать. И посчитать количество звуков. Можно на пальцах, можно на игровом материале. Ну, у меня все просто Анна там, Анна. Да вам вообще просто. У меня целых пять. Те, кто сейчас думает, как назвать будущего ребенка, они должны подготовиться к этой игре и назвать хотя бы из трех слогов. Да? Хотя бы, да, чтобы было что посчитать. Ну, а то считать нечего будет там. Кстати, если имя заканчивается на гласный звук, это какие-то женские имена могут. Дети выпускают очень часто. В пять лет спросите своего ребенка. Они последний гласный звук не считают. Они его просто не слышат, поэтому поупражняйтесь. Витя. Поупражняйтесь с ребенком, да. И считаем и слоги в этом же имени. Да, Нила. Можно хлопать. Да, Нила. И столько положили. Три. Или цифру поставили. Слова считаем. Сколько звуков предложений около дома росла ель, например. Или я пошел в магазин за молоком. Посчитай, сколько слов предложений. Это все готовят в школе. Это называется языковой анализ и синтез. Но в данном случае это анализ языковой, который необходимо развить у ребенка до того, как он пойдет в школу. Чтобы у него все предпосылки к обучению были сформированы. И считаем предложения в тексте. Посмотрели тексты для более старших детей. Это уже ближе к семи годам. И скажи, сколько здесь предложений. Или дать текст без точек. Поставь точки там, где это нужно. Можно так вот просить. Дальше игра робот. Повторюш, я ее очень люблю. И дети мои тоже ее любят. Нужно повторить за мной. Я робот. Или можете взять игрушку у робота. Или построить из лего. Называем ребенок повторять. Са-ша-са. Ра-ла-ра. Или там ла-ра-ла. Да, по-разному. Кта-тка. Тпа-пта. Кажется просто, но ребенку нужно вслушаться. И фономатический слух развивается. Артикуляция. И речевое внимание. Он будет более грамотно писать. Если вы будете в робота повторюшую играть. То есть подготовите как раз таки к школе своего ребенка. Дальше ксерокс. Тоже люблю эту игру. Мы выполняем ее на пробах. На пробах на готовности к школьному обучению даю этот тест. Рисуем какую-то змейку на клеточках. Типографический диктант у нас. Типографический диктант. Это проба на графомоторную координацию. Рука-глаз. Мы воспринимаем там цвет. Можно делать одну часть змейки одним цветом. Вторую другую. И ребенок выступает ролью ксерокса. Сделай, пожалуйста, мне копию. Точно такую же. С точно такими же цветами. Он будет рисовать. Единственное, здесь родители, пожалуйста, аккуратно. Давать нужно по возрасту. Начните с простого. Нарисуйте что-то простое. Треугольничек какой-то. Паспорт. Копия паспорта. А его собственную. Первую с пропиской. Начните. И потом посмотрите. Если это легко, можете чуть-чуть усложнить. Никогда не надо начинать со сложных занятий, заданий. Потому что так вы вызовете ситуацию неуспеха. Начните с простого. Для более раннего возраста. Посмотрите. Если делает, тогда можете немножечко усложнять аккуратно. Обязательно только через похвалу. Поставьте себя на место ребенка. Как бы вы хотели, чтобы вас обучали. Чтобы вам было весело, интересно. И чтобы нравилось. Хорошо. В Англии. Хотелось бы, чтобы нас обучали в Англии. Резюмируя, все-таки должно быть все через похвалу, через позитив и удовольствие. Через поощрение. Последняя игра. Последняя игра. Снимаем фильм. Называется «Короткий сюжет по ролям». Это мы берем или из мультфильма любимого, то, что дети любят. Я с детьми с нарушениями речи работаю, когда даю «возьми свою любимую серию, давай мы ее сейчас с тобой проиграем на связанную речь». Не могут грамотно сформулировать свою мысль. Не могут сказать за героя то, что он хотел. И так мы... И можно взять телефон прямо и снять эту роль. Мама там одну роль играет, папа другую, ребенок третью или даже вдвоем. И говорим, проиграй, пожалуйста, так, чтобы даже инопланетянину фантастическому было понятно, что ты хочешь сказать. Вот задание вот так будет звучать. В принципе, игры у меня много. Думаю, что на этом мы остановимся. Сейчас-то можно вообще фильмы снимать дома. Время хватит на это. Все хорошо, и камера есть. Вы знаете, чем заняться. Пока сейчас будет небольшой перерыв у нас в эфире. Мы отпустим нашу гостю. Спасибо вам большое. Спасибо. А вы давайте смотрим фильмы в ваших телефонах.